Экс-заместителя генпрокурора Виталия Каська уже в ближайшее время могут взять под стражу. Его подозревают в незаконном завладении государственным имуществом, в частности, двумя служебными квартирами. Первую он получил сразу после перевода со Львова в Киев, а вторую уже перед самой отставкой. Касько после допроса в генпрокуратуре уверял, что весь процесс проходит с нарушением законодательства, объясняет, что подозрения он так и не получил, но решил прийти на допрос, чтобы доказать, что ничего от следствия не скрывает. Генпрокурат предполагает, что сценарий уже прописан заранее, и всё свидетельствует о том, что его хотят отправить в тюрьму. «Мы со следователем определили свою позицию, попросили, чтобы вручили подозрения в законном порядке. Этого сделано не было, и на этом допрос прекратился. После этого нам было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По тем статьям, по которым расследуется 190-е завладение государственным имуществом и использование поддельных документов». Такие действия генпрокуратуры Касько расценивает не иначе, как политический заказ. Предполагает, что с ним сводят счёты за активную позицию против верхушки генпрокуратуры. Мол, не хотел работать по тем методам, которые практикуют в ведомстве. «Это уголовное производство, это политический заказ. Абсолютный заказ, связанный с моей позицией во время работы заместителем генерального прокурора по делу алмазных прокуроров вообще по реформированию прокуратуры». В генпрокуратуре стоят на своём. Говорят, что Касько не единственный, кого проверяют через незаконное присвоение служебных квартир. Поэтому не стоит искать здесь какой-то политической составляющей. Оставить Виталия Каська на свободе или взять под стражу, 14 апреля будут решать в Печерском райсуде Киева.